Всем привет еще раз, это Владимир. Говорю очень тихо, потому что сейчас ночь. Не хочу никому побеспокоить. Я решил просто пойти погулять. У меня нет особой сегодня какой-то темы для видео. И просто хочу рассказать то, что попадется мне на глаза вокруг меня. Ну, это может попасться на глаза кому угодно, в принципе, кто попадет в Японию. Ну, вот я начну с такого момента, какие квартиры снимают японцы. Вот посмотрите, это лестница, таунхаус, точнее, как сказать-то дальше, трехэтажный многоквартирный дом здесь. В принципе, любой живет средний класс из японцев. Вот здесь он вставляет тебе новую табличку с фамилией, здесь домофон, у кого-то кодовый замок. Они снимают квартиру, здесь, как правило, две-три комнаты, ванна и гостиная. И, я не знаю, кому как удобнее, подбирают ближе к месту. Вот такая лестничная клетка. У меня она немного другая, попозже покажу. Здесь стоянка для велосипедов, неотъемлемая частью жизни каждого японца. Так, какие они вот под навесом. Светит луна, горят огни, все живут. Япония живет. Пойду гулять, делать нечего. Вот, написано что-то при пожаре, не знаю, что. Так, что это? Кео у нас такое, ЛТД. Видимо, эта квартира принадлежит к какому-то из сотрудников какой-то компании. Ну, вот здесь велики, один из них наш, который вот этот самый старый, и грязный, который же, дай бог, два месяца я не использовал, потому что мы потеряли ключ от него. В каждом доме вот такой вот перед входом навесик, в котором электрощиток и почтовые ящики. Как я уже говорил, в Японии почтовые ящики кладут все и диски, и все, что хоть журналы, и никогда никто ничего без спроса до него не берет. Вот, все честно. Япония, честная страна. Вот, если выйти из дома, хотел сказать, выйти из хаоса, если выйти из хаоса, если выйти из дома, вот, вы видите, вот этот навесик как раз-таки со стороны. Я вам его, помню, как-то уже показывал на фото. Ну, вот еще раз. Вот, заходим на стоянку, посмотрим, какие автомобили стоят. Эту марку я не знаю. Hyundai. Ой, ничего вам, наверное, ничего не видно, простите. Будем снимать, че-че. Где есть свет? Будем снимать? Это я не знаю, что. Будем снимать только где есть свет. Daihatsu стоит. Стоят Toyota, стоят. Ну, вы здесь-то не видите, я думаю. Стоят Toyota, Volvo, Nissan. В принципе, такие машины для сельской местности очень достаточно характерны в Японии. Особо здесь никто дорогие машины не приобретает. Но на самом деле, даже для деревни, я здесь видел Мазерати, Феррари и разные BMW, дорогие Мерседесы. Ну и пошли. Я не знаю, пойдемте, куда глаза глядят. Просто гулять. Сегодня нет цели, сегодня какой-то грустный день. Просто буду гулять. Делать нечего, блин. Настроение к говну. Буду общаться с вами. И снимать видео. Ну, че, подойдем к Вене и Масине, я покажу немного. Наверное, уже все знаете, что это такое. Просто я хотел сказать, что это очень удобно. Что реально удобно. Я вот отошел на 50 метров под домом и уже могу купить себе что-нибудь. Сейчас и куплю. Я очень много пью лимонад и сок. Очень и очень. Мне надо реально завязывать с этим. Я воды уже не пил, дай бог. У меня всего 105 йен, а 110 йен нету. Че делать? Надо шариться по карману. Просто хочу водички попить. Потому что каждый день сок, 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 сок. Лимонад, сок. Скоро у меня уже отвалятся все мои внутренности. Так, у меня нет параллельщика. Че, у меня все. Че, у меня все. у меня в сумке айпад сейчас у меня нет ничего кроме денег у меня есть деньги, но у меня нет тупо 10 евро вот еще я не хочу ради меня еще делать старый мой телефон который мне уже не пользовался где мы могли найти салфетки с гитарой где мы могли найти салфетки с гитарой смотрите что это микрочип micro sd 2 гига это конечно не штат, но мне нужно 10 евро так так куда-то поставить телефон чтобы поискать где подниматься а Субтитры сделал DimaTorzok 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 Идем дальше Я вообще вот видите Поле с рисом Я уже кучу раз его фоткаю Потому что я его дико любил Но его сейчас постригли Тут ничего нет Я всегда задавался вопросом А вот Компания, которая принадлежит Это поле, да? Тут же какой-то ангар стоит Видимо, это поле Принвежит какой-то компании Но почему, если оно Принвежит компании Какой доход Может приносить Просто вот Такое небольшое Вроде бы Я не знаю Там 30 на 150 метров Поле Какой он может Приносить деньги Ну, ты продашь Даже там Пару тонн риса Там Я не знаю Сколько Ну, это же такие гроши По сравнению Я не знаю С каким-нибудь Заводом Который можно было бы Здесь поставить Или я там Я не знаю Какое-нибудь там Я не знаю Предприятие Можно было сделать Машина едет Очень милая Иностранная Непонятно Ну, ладно Вот я не понимаю Почему-то Ой, машина остановилась Что им от меня надо Меня хотят убить Так Ну, вот, да? Здесь немного лучше Стало видно Не понимаю, да? Почему Вот эта машина остановилась И мигает Непонятно Какие-то люди Может это О-о-о-ба-ба Ладно Будем продолжать разговор По ситуации Смотреть Что будет дальше В общем А, стоит Блядь Какая стоит В общем Это предприятие Да, я вот так раздумывал В Японии Берегут место Каждый метр На счету, да? А тут бац Какое-то рисовое поле Маленькое Еще около дороги Я думаю Кому оно нужно? Если бы я понимаю Там килограмм риса Стало там 300 долларов Был бы резон выращивать На таком маленьком поле На нем же можно построить Какой-нибудь Действительно Завод Или я не знаю Что хочешь Вот там Допустим Теннисный корт Есть Почему бы на нем Не поставить Какой-нибудь Там не знаю Ну что-то другое А рис выращивать Где-нибудь Вообще Подальше Горам Или еще что-нибудь Вот теннисные кортики Рядом с домом Буквально Конечно С нашими Убогими И даже Этот Который То в деревне Какой-то там Захолустье Ни то не сравнить С нашим Питерским Вонючими Картами Всеми Задроченными Испорченными А тут Сервис И все круто А вы еще Не представляете Что там В Токио Там вообще Такой Хай-тек Просто До свидания Так А что это машина Встала Вот я шел Шел Реально Вот видите